Стилизация английских чаепитий Стилизация английская дегустация в английском стиле, она рано или поздно превращается просто в набор таких пересказов о всяких разных путевых впечатлениях. Для того, чтобы из этой ситуации как-то выпутаться, мы некоторое время назад придумали подачу для полноценного такого вечера в английском стиле, которая, с одной стороны, достаточно сильно выходит за рамки такого растиражированного классического английского чаепития, якобы в викторианском стиле. С другой стороны, невероятно вкусное, интересное, сытное и прочее, и прочее, и прочее. А с третьей стороны, несмотря на уход от, употребим такое слово, лубочного английского стиля, все равно каждый из элементов этого чаепития, он четко привязан к какой-то конкретной английской чайной традиции и имеет под собой какие-то конкретные примеры. Значит, чаепитие состоит из трех сетов. Первый сет своими корнями уходит в подачу чая, которую мы однажды, кажется, в 2004 году подсмотрели в оранжереи Кенсингтонского дворца. В Кенсингтонском парке есть Кенсингтонский дворец, а рядом оранжерея Кенсингтонского дворца. Значит, старинная оранжерея, которая сейчас переоборудована и в которой сейчас подают чай. Так вот, там среди всяких прочих подать чая была такая штука, которая называлась Труплингзекала Тейпати. То есть, фактически, чаепитие, которое подается в то время и в похожей обстановке, той обстановке и тому времени, который соответствует времени выноса флага. То есть, вынос флага это такая старинная или не очень старинная традиция, когда собираются войска, строятся красиво, значит, и несколько человек проносят перед этими войсками флаг. Это делается обычно днем или утром, это делается на улице при хорошей погоде, ну или перед битвой, там тогда уж погоду не выбирают. Ну так вот, вот это вот Труплингзекала Тейпати, никак не связано, естественно, с войносом английского или какого-нибудь другого флага, просто позиционируется как дневное чайпитие на свежем воздухе. Естественно, день и свежий воздух далеко не всегда удается воспроизвести, но всегда удается воспроизвести тот набор элементов, которые это чайпитие составляет. А это, во-первых, легкий чай. В качестве такого легкого чая может выступать, например, какой-нибудь совсем легкий дажлинг, может выступать там лишаню лун, что-нибудь хорошее, вкусное и такое убедительное. Значит, это обязательно бокалы гристовые, у нас есть бокалы гристовые, да, и обязательно какие-нибудь легкие закуски, выходящие далеко за рамки традиционных вот этих английских сконсов, с сэндвичей. Хотя сэндвичи можно использовать, но такие совсем легенькие, там, может быть, с загреленным перчиком или с чем-нибудь еще. Обязательно на таком столе должны быть фрукты, то есть это может быть либо фруктовый салат, это может быть клубника, залитая сладкими сливками. Вот, и этой закуски должно быть немного. То есть это такой легкий перекус на свежем воздухе утром, который, опять же, повторюсь, корнями уходит вот в традицию дневных чаепитий на свежем воздухе. Значит, это первый сет. Второй сет, это, ну, скажем так, прямое заимствование из вошедших сейчас в моду в Англии чаепитий, которые называются Дженс Ти или Дженс Ти Пати. То есть такие мужские, ну, или можно даже сказать мужицкие чаепития. У них тоже такая довольно любопытная история. Ну, вот представьте себе, что вы простой английский докер или там шотландский мясник, значит, и вас приводят в какую-нибудь чайную, где подаются всякие разные изыски. На короткое время будем считать там сконсы и сэндвичи изысками. И вы некоторое время сидите-сидите, а потом скромно, но уверенно говорите, мне бы пожрать бы. Значит, и тут вам выкатывают вот эту вот Дженс Ти. То есть в этот Дженс Ти обычно входит мясо, обычно входит там какие-нибудь булки, насыщенные соусы. Обязательно входит виски или уж в совсем экстремальных ситуациях пиво. Причем все это довольно простое. Ну, пиво там, понятно, Гиннес будет классическим вариантом. Виски, да любой на самом деле виски подойдет. То есть подача чего-нибудь односолдового здесь будет даже скорее выходом за рамки стиля, таким не очень удачным. Вот, и вы, в общем, сидите, едите, пьете все это и запиваете чай. Значит, здесь вот у нас в качестве такого второго сета, который уходит корнями в этот Дженс Ти, у нас хороший такой бургер с рубленой котлетой, значит, естественно, виски, салатик с курятиной карамелизированной и сыром каким-то, и хороший такой рулетик из шпината и тоже сыра. Получается очень классно. Единственное, что когда вы будете сервировать такое чаепитие своим гостям, вы наливайте им побольше чая, потому что еды много, как бы, и ее обязательно надо запивать. Значит, вот эти два сета, то есть один, который уходит корнями в легкие дневные чаепития, другой, который прямо перекликается с теми подачами чая, которые сейчас в Англии находятся на пике моды, они, в принципе, вечеринку сделают. Ну, потому что есть немножко спиртного, много чая, много закуски, все очень здорово. При этом, естественно, все это еще надо сопровождать разговорами, делая только небольшие технические паузы, чтобы люди могли бургер укусить. Значит, после этого можно подавать уже классическое английское чаепитие, там, на этажерочке с тремя видами закусок, с доминантой сладости и с обычным чаем. То есть я даже ее сейчас, эту подачу здесь моделировать не стал, потому что, в принципе, с ней все понятно. Она просто завершит вечер. То есть вот классическое такое, схематическое английское чаепитие, оно уйдет в самый конец. Ну и чтобы усугубить всю вот эту стилизацию, хорошо бы использовать еще одну штуку, но, к сожалению, ну вот я-то ей могу похвастаться, это вот элемент, вот эта чайная пара, она вытащена из бельгийского сервиза, примерно 120-летнего возраста, который вот сейчас будет использоваться в сервировке, той дегустации, из которой я вытащил кое-какие элементы. Если у вас есть возможность в стилизации английских чаепитий использовать старую посуду, даже если при этом она будет не очень парадно выглядеть, там чуть-чуть стертая позолота, чуть-чуть нарушенный рисунок, и даже небольшие сколы допускаются, это будет вообще самый писк, потому что использование посуды, даже скорее не антикварной, а такой, знаете, купленной в лавке старьевщика, тоже имеет под собой вполне конкретные английские основания. Так зачастую экипируются чайные, находящиеся на хорошем счету, где-нибудь за пределами Лондона, там, в Ильи или еще где-нибудь в городах, которые, ну, так, плавно переходят в деревню. Ну, в общем, получается и все. То есть одно легкое чаепитие, одно, ну, назовем это так, тяжелое чаепитие, один классический сет и антикварная посуда. И, в принципе, у вас есть готовая двухчасовая программа, после которой все гости уйдут, во-первых, очень сытыми, во-вторых, очень довольными. Хороших английских чаепитий. Удачи!